так капуста у нас по 20 до по набережной гулял яйца 58 65 по зависимости от размеров голень по 135 видео снимаю потом будут смотреть все окорок на 159 и ленгас всем привет вы на канале виконста сегодня я в буденовском районе города донецка нахожусь я сейчас на площади буденова немного ниже у нас будет рынок ну и сам спальный район буденовки здесь недавно была произведена реконструкция самой площади поставили детскую площадку немножко облагородили площадь кстати кому интересно он сам буденный стоит немножко ниже сейчас мы опустимся и вы здесь все увидите я в этом районе крайне редко бываю поэтому решил сегодня прогуляться вместе с вами сейчас чуть ниже наверно зайдем еще на рынок посмотрим какие цены хотя и слева и справа везде нас окружает рынок с левой стороны у нас республиканский супермаркет и сверху магазин одежды овощи здесь продают вот в таких условиях сейчас если ценники будут мы обязательно зайдем и глянем тут помните на этом месте была обменка цветочный магазин сейчас там поставили остановку забор и постоянно здесь происходит дтп с участием людей потому что все перебегают дорогу не установленном месте вот там чуть выше пешеходный переход но туда никто не идет а видите здесь вот все переходят поэтому будьте аккуратны и будьте бдительны слева справа окружают нас девятиэтажки 5 этажки также он по прямой у нас виднеется террикон видите какого он цвета террикон это искусственное сооружение порода которая остается после обработки угля у нас высыпается на поверхность и образуются вот такие мини горы в виде терриконов терриконы изначально не насыпают свыше 100 метров потому что они постоянно оползает вот так назовем сейчас давайте чуть ниже спустимся посмотрим что здесь и потом на ту сторону перейдем на трамвайную остановку так капуста у нас по 20 до по набережной гулял а так картошка по 30 морковка по 33 апельсин 110 на клубника бананы по 100 клубника 350 картошка капуста огурец приятная торговля вам узнают это меня на крытом рынке что-то недолюбливают на текстиль приезжаешь все знают на жд-вокзале точно так же вот видите я говорю здесь все переходят из старики и молодежь так на свой страх и риск если машин нет единственное что вот мне не нравится вот кто из автомобилистов я думаю поймет светофор как-то настроен по непонятному когда здесь горит красный то есть движение в левую сторону то вы просто будете заграждать путь и так как с правой стороны вот заставлены машины в три полосы тут никак не станешь и приходится тут постоянно стоять сигналить потому что кто уходит влево не пропускает тех кому нужно вправо но если будет тут такая ситуация я вам бы показал все становятся вот в правый ряд и тут получается в любом случае нужно будет выезжать навстречу вот такая здесь развязка давайте немножко вниз спустимся раньше вот этих ларьков не было торговых точек изначально тут было кольцо она так в принципе и осталось только вот этих вот сооружений здесь не было ну буквально сколько года наверно полтора-два как поставили и иногда продают тоже там небольшой стихийный рыночек и не бараховка также на буденовском рынке есть и строительные материалы и для хозяйства то есть можете зайти и купить у нас уже лето жара поэтому эти все уже практически раздеты по утрам конечно холодновато но ничего сейчас мы зайдем в павильоны эти тут остановка трамвай идет в сторону центра города видите здесь не сильно заставлены эти павильоны то есть как бы не сильно многолюдно в основном еще делают покупки с той стороны на том рынке вот такое канцелярия свет бытовая химия также есть продукты сладости постельное белье то есть все так потихонечку наставлено и вот где-то там слышится трамвай рассада для огорода все так продается ну что чуть ниже у нас детский сад 75 полный ездит и вот трава и десятка она отправляется в сторону центра я вам такие форматы выпусков не показывал поэтому оцените сейчас надеваем маску так как входим в рынок и немножко пробегимся там по ценам носки одежду смысла нет вам показывать так как во первых ценников на нее нет и это не всеми интересно а вот цены продукты это конечно тема интересная в принципе как и на любом рынке вы можете купить здесь практически все чебуреки с мясом 30 рублей кофе 15 чай 10 высокие ступеньки все время когда малой был боялся упасть колбасный отдел сосиски в среднем от 250 более-менее нормальный до 300 рублей сосиски и колбаса вот такая есть ветчина по 300 докторская 310 здесь еще сыр и российский 480 в черный рыцарь 480 майонез макмай 53 рубля здесь курица мясо фарш сына говяжий по 205 голень 130 крыло по 149 цыплята по 128 рублей здесь цветы продают и остальную канцелярию в принципе рынок небольшой но здесь все есть бедро куриная по 189 цены приблизительно одинаковые везде слава соленую по 340 грудка я так смотрю в принципе цены более-менее одинаковые яйца 58 65 по зависимости от размеров овощи и фрукты помидоры картошка черешня по 350 грибы картошка вы цены видите прекрасно смысла озвучивать не так еще может где-то пройдемся курица голень по 135 видео снимаю потом будут смотреть все окорок по 159 мякоть до 255 сына печень по 99 приблизительно цены у всех одинаковые здесь рыба рыба минтай по 170 хек скумбрия корюшка пеленгаз еще карп дышит вот видите здесь приблизительно рыбный отдел у всех по этому ряду тунец по 400 холодного копчения креветка крупная по 600 икрой селедочка скумбрия сказка по 300 так ну что в принципе я вам уже все показал курицу показал кто показал все показал куры по 135 здравствуйте филе по 200 крестец вырезка по 90 шея по 295 я потом все эти цены переведу в доллары в гривны меня смотрят в основном украина россия беларусь немножко казахстана и я думаю вам будет более проще ориентироваться в ценах если будут ваши валюты я бы сказал людей многовато многолюдно так можно гулять до бесконечности видеоролик затянется и затянется вот тоже отдел там выход уже с рынка орехи продают саженцы огурцы кабачки помидоры картошку можно купить в сетках постельное белье обои ковры клеенки вот тут стаканы очки пивнушка уже с утра в пивнушке кто то есть батарейки для стирки гели стиральные положения стиральные порошки овощной ряд бананы по 100 лимоны по 200 капуста кабачки картошка по 30 рублей молодая по 40 капуста по 25 ну что вышли мы с рынка здесь еще так небольшие есть торговые точки что хочу сказать за этот район этот район считается один из спальных в городе донецке в основном преимущественно здесь девятиэтажки также чуть дальше там у нас автостанция на буденовке за автостанцией если ехать прямо вы выйдете на Алексеевский Ставок ну и так уже в принципе Донецк на этом районе заканчивается кому интересно воду продают на разлив 2 рубля за литр также привозят молоко на разлив в бидонах полтора литровая бутылка сейчас подойдем узнаем сколько стоит молоко по 40 литр да? молоко по 40 молоко по 40 ну давайте чуть ниже опустимся хотя бы вы увидите что здесь есть прийдем еще рано еще куча есть не порвалась это котельная отапливается тут окружающие дома с этого места пятиэтажки это идет улица октября и чуть дальше там будет школа за школой стадион если вы через стадион пойдете вы выйдете на Алексеевский Ставок в свое время когда было очень много рыбы этот Ставок пользовался спросом и популярностью на данный момент он так же функционирует но к сожалению рыбы в таком количестве вы не поймаете ну что вот мы и прогуляли сегодня по Буденновскому району в городе Донецке показал я вам немного цены если вам понравился этот выпуск вы знаете что делать пишите пишите еще раз пишите комменты с вами был Виконста до новых встреч пока пока